И всем привет, ребят, с вами Строманик, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике, и сегодня мы вместе с вами обсудим все, что у нас происходит в игре за последнее время, обсудим, где же наша компенсация, ну и поговорим о ДДОСе, о том, что происходит с ним в последнее время, а также о человеке, который сказал, что наш ДДОС абсолютно полностью побежден, это, конечно же, Орех, который сказал, что у ДДОСера шансов ноль. Где же наша компенсация? Этот вопрос мучает, наверное, многих, и меня в том числе, ведь у нас на протяжении выходных дней, ну даже, можно сказать, не только выходных, но и пятницу, пятницу, субботу, воскресенье, у нас в игре были довольно сильные ДДОС атаки и неполадки. Были проблемы со входом в игру, были проблемы в самой игре и с работой серверов, и к вечеру воскресенья Орех уже полностью решил все проблемы, и даже выписывал сообщения в чате по типу того, что у ДДОСера нет шансов, ДДОСер, переходи на нашу сторону, ведь ты не сможешь задедосить игру. В принципе, в предыдущем видеоролике, в котором я говорил про компенсацию, я все это дело прилагал, и если вдруг кто не видел тот видеоролик, то можете, как говорится, спуститься в описании и посмотреть его для начала. Так вот, к чему я веду? Введу я все, конечно же, к компенсации, я всем говорил то, что 100% она будет, но до сих пор, если мы заходим в нашу игру и открываем как раз-таки пункт супермиссий, у нас до сих пор никакой компенсации нету, хотя с момента ДДОСа уже прошло достаточно периода времени, ну и плюс ко всему прочему, Орех сказал, что ДДОС решен. Были ребята, которые писали на хелп и спрашивали, можно ли вернуть премку, возвращали ребята премочку, но в моем понимании это не должно работать так, что если игра ДДОСится и лагает, то каждый должен писать в техподдержку, чтобы возвращать свою премку. Так ее вернуть можно, если у вас была покупная премка, либо вообще, в принципе, премка за какие-нибудь именно спецухи, которые вы покупали, вы можете написать на хелп и как раз-таки сказать, что вот в такой-то период времени у меня был прем, именно на выходных днях, да, и то, что игра лагала и не работала стабильно, и вам вернут премиум аккаунт. Но в моем понимании все это должно работать немножечко другим образом, да, и если у нас есть проблемы в игре, и Орех сам признает, что эти проблемы были, да, и пишет о том, что ДДОС-атаки снова вернулись на наши сервера, что есть технические проблемы, да, и уже с 3-го числа они, кстати, были, да, только уже на сегодняшний день у нас 21-го число, если что. Так, наверное, за все это дело должна выдаваться компенсация, да, если Орех сам говорит, что у нас проблема решена и ДДОС-атак больше нет, да, но уже вчера, да, именно в понедельник я прогнозировал то, что нам выдадут компенсацию, так как все завершилось и как бы проблема решена, но сегодня уже вторник вечер, и компенсации никакой у нас абсолютно нету. Что касаемо ДДОСа в игре, то вчера вечером были проблемы в этом плане, связаны они были с тем, что у нас были как раз-таки киберспортивные бои, матчмейкинг особо не лагал, а вот про битвы лежали намертво и лежали на постоянной основе. Сегодня эти турнирные игры, по идее, должны продолжиться, заходя в новости, я не вижу никаких новостей, значит, все эти игры идут без трансляции, чтобы ДДОСер как раз-таки не смог помешать в этот раз на все это дело, да, но я не знаю, по каким причинам и как это все дело работает, но ДДОСа, я так понимаю, что сейчас у нас нету. Ну и, исходя из всего этого, исходя из всех слов, сказанных нашим главным человеком в игре Орехом, я, как и многие, да, я надеюсь, вместе со мной, ждут компенсацию, ждут возврата премки, ждут возврата, ну и получения дополнительных звезд, ну и, понятное дело, что там уже какие-то компенсационные уже и ультраконтейнеры должны подъезжать, ультраконтейнеры, может, даже немножечко танкоинов, да, ведь я, как и многие другие, я даже думаю, что практически все, да, единицы, кто мог играть в эти дни, потеряли многое, и я считаю, что абсолютно заслуженно за все это дело должна выдаваться компенсация, тем более, если Орех сам говорит о том, что проблемы с ДДОС-атаками решены, да, если уж говорятся такие слова, и если есть факт того, что эти проблемы были, и они были серьезны, то я считаю, что за это все дело должна выдаваться компенсация, да, может быть, небольшая, но она должна быть, обязательно должна быть, ведь это то, что, ну, должно выдаваться с точки зрения нормальной игры, которая имеет проблемы, да, со входом, то есть, если я не могу спокойно играть в свою игру, я теряю свои ресурсы, значит, эти ресурсы, в моем понимании, должны быть компенсированы. Если вы согласны с моей точкой зрения, и вы, как и я, ждете компенсацию, эту компенсацию, вот если я предыдущие особо сильно не ждал, эту я жду очень сильно, очень сильно, потому что считаю, что это мега справедливая вещь, которая должна быть решена, потому что я лично сам был уверен, и уверен до сих пор на 100%, что за такие лайки компенсация должна выдаваться, поэтому если вы согласны с моей точкой зрения, обязательно поддержите данный видос лайком, давайте постараемся набрать большое количество, собрать активность, и в комментариях также пишите, что вы ждете компенсацию так же, как и я. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, дай вы не пропускать новые видеоролики, ну и не забывайте про розыгрыш, который прямо сейчас у нас есть на канале, на 2 миллиона кристаллов, на 30 тысяч танкойнов, по моему личному тегу, в настройках игры, вот здесь в аккаунтике устанавливается тимпшечку, дальше оформляйте покупочку в магазине, покупайте, будь там танкойны, либо премку, ну и дальше заполняйте форму, участвуйте в этом замечательном розыгрыше. У меня, друзья, на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!